Аковцы пресчегали мешкацев Хуто-Пеняцкой, чтобы они не играли сел в родецком партизантке, потому что для них всех зле кончить сел. Национально-украинский. Если бы это шло о Украине социалистичной, коммунистичной, там бы были только похвали в этом фильме. А так там только негатив. И из этого всего негатива есть уже на тюле документально подтверждены невымысли, вещи, о которых каждый причиненный поляк должен знать и видеть. О Хуто-Пеняцкой. Что все твердят, не говорю о кламчуге и о кисемашке, что уже все под этим кламством твердят, что дивизия Халичина и ее подобные бандеровцы, коллаборанты, фашистов и решта, решта, что целая нация эта украинская, вычела, заржнела невинный абсолютно хуто-Пеняцком. Все, которые никому не присказали, которые были святы. И так все потом повторяем о этих святовщих. И, пожалуйста, тут родецкий, ну, российский оригинал, коммунистичный, который против нации украинской, а только за родецком, за пролетариус всех народов света, Европы, чтобы этот пролетариус один, все, Грацы и разные все. Прошу до уважения. 23 февраля 1943. 23 лютого 1944 года. Часть Галиции намагалися войсчь во вси хуто-Пеняцка. Мала вещь ничем не отражнялася от соток innych. Около 200 домов и тысячи мешкацов. Але тут znajдывался свой отдел самооброны. Его боевка же, диньки звенску з радецком партизанком, были не жале озброюны. Для того украинским войском дали достойный опор. В этой войсце первый раз часть дивизии отнесли первые страты. Трохе позднее двое украинских журналистов были достойно похованы. Близко месяцу войск. Але их товарищи вручили на вси. Взяли ту вещь. Спалили все хаты. Изнишили всех мешкацов. И таких эпизодов на личнику дивизии было немало. Большая часть служивших в дивизии Галиции оказались в брытийском обозе под ременем. Экстрадыции Звездка Радзеевскому они уникнули. Одна из причин вспоминания Ватекана. Папа Пий XII узнал этих журналистов добрыми католиками и верными антикоммунистами. Прежде Англиками повстало вопрос, что делать с этими людьми. Экстрадовать их невольно, удерживать за дорогу. Веща зналятостью. Великобритания выдала бывым эсэсманам ангельские паспорты и привезла их до Лондона. Их оседлили в Нотинге. А далее для них началось обычное, чудесное житие. Это не дементует всех, не спростовывает всех миты. Но такой один мит, та антиукраинская, антинациональная украинская пропаганда и смонтированный фильм с Россиянами коммунистическими. Такие самые фильмы, которые были смонтированы и против жоунировых клиентов в свои часы. Доброе, не буду на рассуд, что вы ниже конфобулировали и повернули, что не живые клиенты и остальные остальные. Вы думаете о той информации, которую она имеет на очне, без никаких конфобуляций. И не буду слушать и читать. Прецизивные, правильные, исторические, статистические данные, в которых говорится, что... Это кельнские, выбитные вензения. Суинные, самые серьезные регулировки. Илья в этом вензене было страдано противников Рейха. На початку вздумения я не услыхал ответа. Но на пэма келькасет человек. Втэдэто мне пришло на бачность. У нас в Беларуси, только в внутреннем вензене НКВД, только за одну ночь было расстреляно 100 выбитных представителей, а в иную ночь стреляно по 200, по 300 человек. Фактычно, то значит за две, за три ночи функционирования вензения НКВД было снишено больше, чем за целый час истнение нацистского режима в кельнском вензене гестапо было снишено людей. Гестапо выбияло зазнания против людей, против людей, которые реально створили или намагали себя створить загрожение для Немцов. НКВД выбияло зазнания с тех людей, которые, как обычно, никаких преступлений не делали против власти Родецкой. И в голове они не посадали żadной мысли пополнить какие-то преступления против власти Родецкой. Та хута Пеняцкая в таком часе была в оккупации хитлеровской. Еще далеко была та линя фронта Родецкая, а там была оккупация. И там Родецкая партизанка, и даже не пишут, не говорят о том, что с веры костила был заинсталован карабин машиновый, который стрелял по надходящим Немцам. И тут тоже в этом фильме не говорится, что тхузовские силы провокатов партизанок Родецкой спровоковали то, а сами учекли. И мы говорим, дикторы, что с первого раза не взяли, вручили, замордовали, спалили целом волхе. Идиотизм, а че якісь пањства люб тоталитарным, были яке люб режим тоталитарным теж ще дозволил собе мечь на их теренах тего пањства, якамсь вёхе, которая барза mocно озбрајона и дали опор збројне. Же мендзе регулярной армии врумахта, СС дивизии Галичина, были ранны и забиты зоонежа. Але влашно же польским псевдохистрикам, псевдободачам и конфабуляантам, манипуляторам те выдажения и те документы ніц не мувям. Бо они конфабулюјм и манипулюјм только з ёдным целям, жебе то повянзачь всеско до пањење жещ волынська. Повянзачь разом з колабораціј, фашизм, ну, такі ключове слова. І тіле, на тіле варте хестурицы з польскі строни, мистето, щоб їх називати поляками. 23 февраля 1944 года части Галиции попытались войти в польское село Гудапеняцка. Небольшое село ничем не отличалось от сотен других, около 200 домов и тысячи жителей. Однако здесь имелся свой отряд самообороны. Его бойцы, благодаря связям с советскими партизанами, были неплохо вооружены. Поэтому украинским войскам дали достойный отпор. В том бою части дивизии СС Галиция понесли свои первые потери. Чуть позже двое украинских солдат были похоронены со всеми почестями недалеко от места боя. Но их товарищи вернулись в село, захватили его, сожгли все дома и уничтожили всех жителей. И таких эпизодов на счету дивизии СС Галиция было немало. Вот кёньская знаменитая тюрьма, самое жесткое по содержанию. Сколько в этой тюрьме было казнено противников Германии? Ну как-то сначала я не услышал ответ. Ну, наверное, несколько сот человек. Тогда меня немножко насторожило. У нас в Белоруссии только во внутренней тюрьме НКВД было за одну ночь расстреляно более ста видных представителей, а в другие ночи стреляли по 200 и по 300 человек. То есть фактически за две или три ночи функционирования минской тюрьмы НКВД внутренней было уничтожено больше, чем в Кёльне в тюрьме гестапо за время существования нацистского режима. Гестапо выбивало показания из людей, которые реально совершали или пытались совершить преступления против Германии. НКВД выбивало показания из тех людей, которые, как правило, никаких преступлений не совершали против советской власти и в голове у них не было их совершить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА